Брэдли Американская техника находится здесь, за этими ограждениями. Это военная база Вадожи, 35 километров от Риги. За моей спиной сейчас находятся мишени для стрельбы. Здесь готовятся к учениям. Сейчас здесь слышны звуки выстрелов. Летают вертолеты. Пешие колонны прямо на дороге. Бойцов в полной экипировке с маскировочной листвой на касках ведут на задание. Здесь проходят марш-броски натовских военных. Кирпичные ограждения. Через них они, судя по всему, перепрыгивают в полной амуниции. Также колючая проволока. Все это элементы полосы препятствий. Еще одно подразделение. Бойцы движутся сквозь лесополосу. На плечах ручные противотанковые гранатометы. В разгрузке гранаты, патроны для автоматов. На форме ни одного опознавательного знака. Специально, чтобы вражеский снайпер не мог отличить солдата от командира. Это запретная территория. Находиться журналистом без разрешения здесь нельзя. При виде машины с репортерами командир подразделения начинает подавать знак, чтобы мы быстро проезжали мимо. Происходит загрузка военных. Они в полной экипировке. У них закрыты лица. Они с рюкзаками. В руках у них автоматы. Это похоже на М-16. Они сидят в машину, уезжают куда-то в лес. Смотрят на нас. Разрешать нам? Снимать нам не разрешают. Мы сейчас вынуждены уехать. Поехали, поехали. Меньше чем в трех километрах от базы, где разрываются снаряды, играют футбол дети. Это военный городок. К стрельбе здесь, конечно, привыкли. Но такой канонады, как в дни натовских учений, местные не слышали давно. Впрочем, рассказывают об этом нехотя и чуть ли не шепотом. Рядом регулярно дежурят военные. Окна все трясутся от того, что вертолеты летают, от того, что на поле гоня пушки стреляют. Прямо вот возле остановки они тут с оружием бегают. Не нравится то, что они с оружием в магазин ходят во всей обмундировке. Ни власти Латвии, ни руководство НАТО, при этом танки в городе скрывать даже не пытались. Везли эшелонами демонстративно. Эти кадры снял кто-то из жителей. Колонна американских бронетранспортеров «Страйкер» едет через жилой район еще и в дневное время. Официальная позиция Риги. Учения нужны для поддержания мира в Латвии. Зачем при этом отрабатывают наступательные операции, не комментируют. Идет реальный, повторяю слово, реальный подготовление, чтобы холодная война в любой момент могла перейти, соответственно, в горячую фазу. Для этого в Латвии восстановлены самые серьезнейшие объекты военной инфраструктуры, которые остались в наследстве еще с советских времен. Такие, как, скажем, Левардский аэродром, который имеет стратегическое значение, соответственно, для НАТО. Впрочем, пока у военных напугать получается разве что местных жителей. Центр Риги, отель Альберт. Американские военные живут здесь. Примерно в 5 утра четверо десантников 173-й бригады армии США возвращались из ночного клуба. После того, как таксист показал счетчик, завязалась драка. Плати. Я не буду платить такое, лки-палки. Да я тебе сейчас морду. У них есть наглость. Особенно англичане, американцы. Они же никого за людей не считают. Они же высшая раса. А это запад страны, город Венспилс. В течение недели здесь жили натовские моряки. Днем на учениях, вечером выходили в город. Это съемки с уличной камеры. На кадрах символ города, коровы. Возле скульптуры обычно гуляют женщины и дети. Натовские военные издевались над символом около часа. Вот она, та самая скульптура коровы. После того, как военные пытались оседлать ее, верхняя часть скульптуры проломлена. Досталась не только памятникам. Был очень неприятный один случай, когда два голландца зашли в кафе и показывались ее, ну как так, члены. Это плохо кончилось. Матрос вышел на сушу, и он что, ищет не только водку, но и проститутку, конечно, да. Ну, у нас много цветов, много клумб, и кому-то сбило голову, что их можно срывать и давать женщине. То есть они проституткам дарили цветы? Ну, тоже хорошо, но только не с клумбой, да. Американские военные, которые прибыли на прошлой неделе с рижскими ночными работницами, обходятся без подарков. Они платят нормально. Конкретно американцы, вот, и самые жесткие. Я вот буквально пару дней назад вышла из дома дойти до бара, и я говорю, что мне такой, ну, тебе разговариваешь в английский, я говорю, да. И я его отхожу. Он мне охотанул за подрешённый голос. Если бы не захотела разговаривать, да, я его, естественно, позвала подальше. Чтобы оправдать присутствие американцев, местная пресса ежедневно рапортует, Россия наращивает силы и вот-вот вторгнется в Латвию. Газетный заголовок России инвестирует в войну миллиард. И вроде должно стать понятно, зачем Пентагон в ближайшее время разместит 3000 военных в странах Балтии, о чём сообщается тут же. Правильность упадёт на все уступки Америки, на их требования. Потому что воля-неволя, она уже зависима в какой-то мере. И экономически, и им Америка кое-что даёт. Это не правило, это такое уже чисто агрессивное, что ли, замысло. И то есть, где бы Америка ни побывала, везде бардак. Запад, республика Советского Союза, кроме бандитизма и проституции, ничего не надо. Александр Бугрешов, ветеран Великой Отечественной. После этих слов дочь Татьяна поскорее уводила его с улицы. На балконах собралось много слушающих соседей. Боевые медали отца прикрывала курткой. Советские ордена открыто в Латвии носить запрещено. 64-летняя Валентина Муратова Георгиевскую ленту тоже надевает только дома. К ней полицейские конвои ездят регулярно. С коллегами она учредила фонд, который собирал гуманитарную помощь для пострадавших жителей Донбасса. Почти сразу после того, как они разместили объявление о сборе одежды, медикаментов, генераторов, за ними начали пристально следить. 16 февраля я пришла домой, смотрю, у меня выбита полностью эта дверь полицейский. Здесь наклонился, у меня были лекарства. И он сразу, ну вы же принимаете лекарства, вы же накроманка, примите. Начал прямо глумиться надо мной. Я сказала, как вы со мной разговариваете? Не хотели, чтобы мы помогали Донбассу, потому что им не понять. Забрали, значит, два компьютера, то есть два телефона, компьютер мой. Танков по количеству явно недостаточно для того, чтобы совершить нападение на Россию. Но вполне достаточно для того, чтобы запугать местных инородцев, русских, евреев, поляков, которые здесь живут. Поскольку наши власти устроили такую модель общественного развития, что у нас на верхушке общества находятся на высших позициях представители титульной нации. А низы социальной лестницы занимают прочие инородцы. Формировать свой правый сектор здесь уже начали. Как сообщает латвийское информационное агентство «Лето», Министерство внутренних дел Латвии готовит памятку для жителей страны. Наиболее активным предлагается на случай войны запастись топорами и относиться с подозрением ко всем, кто не похож на них самих. И извещать об этом правоохранительные органы. Нужно собрать сумку с самым необходимым деньгами, документами, банковской карточкой, резервным мобильным телефоном, портативным радиоприемником, ножом, топором, зажигалкой, лекарствами, продуктами питания и другими предметами первой необходимости. Несмотря на то, что многие новость восприняли как шутку, содержание рекомендаций 18 марта обсуждали представители Министерства обороны, Госканцелярии и парламентской комиссии. На рынке, между тем, новую партию колунов уже завезли. А что чаще берут всего? Где-то примерно 10-12 евро. Вот такой примерно. Вот это самая популярная модель, да? Ну да, вот такая. Советские топоры еще. Антон Лядов, Сергей Рубанов, Виктория Головкина, Екатерина Зорина и Артемий Яковлев. Вести недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok